Это просто позорище какой-то, я не понимаю, что происходит, скажите нам, что за игра, я не понимаю, что это? Мое мнение, что, во-первых, две основные причины, что не годится тренер, команда не собрана, не сдалансирована, не сыграно, а второе, люди приобретают не по принципу выстроенной стихомаски, а по принципу пиар-случания, давайте купим что-то громкое, кайфовое и все покажем, как мы умеем тратить деньги, жалко, что до сих пор не поняли, что половина из них никуда. Вот и все, ну вот этот концы возьмите, ну вот хотя бы, да, ну да, это было разговоров, сказок и там, ну уже было понятно, что если человек не пригодился только команде, которая его купила, что если человек, значит, туда отдавали варианты, то что нигде себя не проявил, а его умудрились купить не половину дешевле, что было бы гораздо логично, да, а второе дороже, ну посмотрите, он в чемпионате не играет, значит, должен быть полон сил. Ну вот он выше, он хоть раз поворотом опасно ударил, ну вот он запорол момент, запорол очень хороший момент, вот забил бы он 1-0 и чуть-чуть все-таки по-другому было бы. Ну что это за покупки? Получается, что этот Ларфов, я не знаю, конечно, может он предмет, но мое мнение, что если бы закупили Соболева, то он, который точно обошелся бы, ну не дороже, чем каждый из этих двоих, а он, кстати, уже забил в три раза больше, чем эти оба. Ну и сама игра, что брака, она же не такая сильная, ничем она не удивила в первом матче, хотя во втором играли более дисциплинированно. Во втором браке тоже было нервничею, и было понятно, что их отпустило только, когда они забили второй, они первой нас забили, сами, по-моему, перепугались. А когда забили второй, они успокоились, они начали катать мяч, они начали ловить Спартак на контратаках, ну то, что и заушный принцип будет делать. Ну и все, а Спартак, ну я не знаю, конечно, когда Шорли не забил в начале своего тайма, стало сразу понятно, что все, вот это вот конец. Потому что забили, конечно, зацепить, может было на эмоциях, может быть, счет там запихать, может там два, может три, а там ниже четвертый, ну, все, когда он забил, было понятно, что и забивать там. Лучшие болельщики, наверное, которые болели до конца и даже радовались голу на 89-й минуте. – Слушайте, болельщики, я думаю, все равно фанатичные в хорошем состоянии, в самом деле призывные у Спартака, потому что, ну, конечно, то, сколько им приходит герпеть в нынешней группы, это, конечно, достойно уважения, все равно, как они приходят на стадион, как они его дополняют, как они свято верят в свою команду. – Ну, тактика Кутузова, заманить, в Москву сжечь, сжечь Москву, родиться. – Да, не буду мучить, Чернышова там видел где-то заголовок, как только Федун договорится с новым человеком, Конного укажут на дверь. Может, такой вы согласны, что может такое быть? – Я говорил, мне Кононов не нравится абсолютно, я считаю, что вообще не на моем месте, и это не его уровень, то ли он, я не знаю, что там внутри происходит, я и Кононов, а лично не знаю, я только вижу, как он реагирует, как он трудится, какие замены. – А сейчас он перешел, так сказать, к кричевому жанру, чем вообще добил себя, например, в моих частности, потому что то, что он несет, это вообще ни в какие ворота не лезет. – И объяснение, где вчерашние, да, мы играли хорошо, замечали, никому нет, правда. – Но устали. – Да, 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 да. – Ну, играли мы великолепно, но лучше бы черек вообще не открывать. – Я думаю, что, ну, знаете, бывает, я не говорю, что он плохой тренер, а бывает, значит, не твоя команда, не твое место. – Угу. – Ну, вот и тут, ну, собственно, ну, и потом, когда Кононов играли все-таки, я, честно говоря, а, господи, как же выделать башки из Майлов? – Да, с Наилем, я и с Наилем так говорил, говорю, Наил, ну как ты? – Я говорю, а мы с ним до этого дискутировали. – Наил, мне кажется, что они немножко с новыми то назначили. – Угу. – Нет, 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 это то, я вот прямо точно знаю. – Ну, а потом мы с ним тогда говорили уже, когда он ушел, я говорю, ну как ты? – Он говорит, ну, ты знаешь, я понял, что, скорее всего, ты был прав. – Угу. – Вот и все, понимаете? – Поэтому, ну, я отношусь к этому так, что, ну, если человек в какой-то команде, в том же Краснодаре выцелил хорошо, то после этого в двух командах не показал себя абсолютно никак, а тем более в Арсенале. Арсенал после него стал лучше и выиграть, и набрал больше очков, но какой-то вывод-то надо сделать. – Угу. – Угу. – Если ты взял тренера и он, ну, за полгода вообще ничего не показал, и хели-хели, там, их заказание сам. Не буду развивать эту тему, но, опять же, благодаря неплохому судейству, ну, так делайте выводы. Зачем вы таким упором пытаетесь им доказать, что он хороший критер? Зачем мучить болельщиков, пытаясь, как, например, обелить реноме кону? – Угу. – Угу. – Ну, то есть… – Понимаешь, кому даже не жертвы нужны и для чего с фитотина? – Ну, как вы думаете, согласны с Чернышевым, что Федун все-таки уже, наверное, ищет? Или, ну, трудно заглянуть в голову Федуну, конечно, понятно. – Слушайте, да, вы понимаете. Уже 13 лет попытки заглянуть и понять… – Не привели ни к чему. – Не привели ни к чему, как никому-то не удавалось. – Ну, да, да. Лучших аналитиков ЦРУ, как сказали бы, в 70-х годах. – Да. – Логично, конечно, уже было бы подумать о том, что максимум обнилут до Нового года, но уже точно знаешь, какой-то другой человек может быть. Потому что… – Понимаете, в чем проблема? Люди не могут, на мой взгляд, кирпично смотреть на ситуацию. Я не понимаю, неужели тут же Федун верит, что из 14 очков набранных сортаком – это заслуга тренера. Неужели сами-то для себя они не понимают, что из 14 очков – ну, минимум 8 – это подарок. – Ну, да, да. – Я там еще чьи-то. – Угу. – Я, наверное, последняя победа над Грыльями. Ну, такой он дурной этот мяч последний залетет. Прямо вот самое неприятное бытие. – Угу. – Или они… – Знаете, как это самое? – Я сам себя обманываю на весне. – Угу. – Угу.